Как правило, сбор биологических объектов для ботанических и зоологических коллекций живого материала, а также образцов для лабораторных исследований, сопряжены с долгими переездами в отдаленные места в природную обстановку. Крайне важно спланировать места для экспедиционных работ по заранее изученной специальной литературе – флорам, фаунам, определителям, научной переводике, а также по материалам гербарных и прочих биологических коллекций. В случае, если не удалось заранее подготовиться, что очень плохо, конечно, но все же так случилось, а выезд уже завтра, то вполне можно повысить шансы на интересные находки, посетив просто незнакомые территории с высоким уровнем биоразнообразия. Попросту говоря, нужно найти труднодоступные места для человека, белые пятна для науки. В нашем же случае, конечно, все иначе. Заранее спланировав маршрут, наш экспедиционный автомобиль двигается по Чуйскому тракту, по территории Алтайской горной страны, высокогорную страну, уникальное место с одним из самых высоких уровнем биоразнообразия на планете Земля. К слову, территория Алтая входит в число 200 экорегионов мира, где на 10% территории суши сосредоточено до 90% видового богатства. Планирование маршрутного пути у ботаников происходит по-особенному. Отличается от такового, как у энтомологов, геологов и других полевых специалистов. Очень часто сбор материала производится непосредственно по пути движения транспорта, и в связи с этим движение машин проходит по крайне экстремальным направлениям, вдоль рек и по их руслам, по перевалам, скальным прижимам. Но ботаники тоже люди, им необходимо время на сон. Для тех задач, ну а главное для задач сбора и обработки материала, существуют временные стационары. Временные стационары длятся от 1 до 2-5 дней и зависят от ботанического потенциала места и сложности маршрутов, которые также зависят от рельефа территории. Расположившись палаточным лагерем, от него осуществляются краткосрочные радиальные маршруты продолжительностью от нескольких часов, но порой бывает и до суток. И вот на одной из очень коротких стоянок на берегу реки Чуя в Кушагачевском районе мы встречаем ботаника, монографа рода Патентила, она же лапчатка. Это кандидат биологических наук Алексей Кичайкин. Он занимается сбором гербария. Давайте понаблюдаем за его работой. Привет всем! Коллектируем лапчатки на правом берегу реки Чуя в республике Алтай. На этой поляне произрастает примерно около 10-15 видов. Вот собрал сегодня с утра пенсильванику и оренозу. Пенсильваника это широко распространенный вид, ореноза встречается чуть реже. Вообще род Патентила это галарктический вид, обитает в Северной Америке, в Южной Америке, на севере Африки, который почти во всех широтах Евразии насчитывает по разным оценкам более 500 видов. Некоторые из этих видов используются в медицине, в тибетской. Есть кустарниковые виды, которые используются в озеленении. Допустим, всем известный курильский чай, который называется дозифрофрутикоза. Некоторые лапчатки имеют розоватые лепестки, очень красиво смотрятся на клумбах, на альпийских горках. В основном лепестки у них желтые. Сегодня я ищу гибрид между оренозой и севецея, который называется альхонензис. Написан он с острова Альхон на Байкале. Если удастся его обнаружить, это будет новый вид для Западной Сибири. Вот так. Всем пока. Продолжаю поиски. Собранные образцы Алексей обязательно герборизирует и передает в фонд коллективного пользования. А мы двигаемся дальше, вглубь высокогорного алта. Решить сложные вопросы, связанные с гибридизацией полиплоидии у растений и иные проблемы, которые неразрешимы методами сравнительно морфологического анализа, можно в лаборатории с современными методами молекулярно-генетического анализа. Для этого, кроме коллектирования биологических объектов, в частности, если мы имеем дело с ботаникой, то гербарного материала, необходимо производить сбор образцов для ДНК исследований именно по частям растений. Итак, мы уже находимся на юго-западе Алтайской горной страны и попадаем в одну из самых удивительных и уникальных по своей природе стран мира – в Монголию. О том, какие правила необходимо соблюдать, когда вы собираете образцы для ДНК-анализа и иных молекулярно-генетических исследований, нам расскажет кандидат биологических наук Полина Гудкова. Отбирая образцы для молекулярно-генетических исследований, мы должны закладывать гербарный лист для того, чтобы у нас был ваучер, с которого мы берем образцы для молекулярно-генетических исследований. То есть все начинается с традиционной закладки гербария, мы берем растения, затем мы обязательно должны написать полную этикетку, в которой мы пишем координаты, у нас для этого есть GPS. Желательно, конечно, написать какую-то привязку к местности, мы находимся в Монголии. Хопский Аймак, окрест река Хабдо, и, кроме того, записываем дату, но это традиционная этикетка. Дальше мы, а также координаты, должны взять образец непосредственно для молекулярно-генетических исследований. У нас есть такие пакетики, они пропускают очень хорошо влагу, и полиэтиленовый пакетик, в который насыпан силикогель, он уже не пропускает влагу, силикогель нужен для того, чтобы высушить. Наш силикогель веет индикатор цветовой, то есть пока он синий, он активно впитывает влагу. Для молекулярно-генетических исследований обычно достаточно вот такого листика небольшого. Если это маленькое растение, мы отбираем несколько листочков. Погружаем листочек в мешочек, закрываем его, и мы должны написать номер, который будет на этикетке. Сейчас у нас 315 образец собирается, и такой же номер мы пишем на пакетике. Этот пакетик погружается в пакетик с общими. Сюда может собраться, допустим, с одного места несколько листочков. 5-10 вполне хорошо просохнут. И этот мешочек мы передадим в лабораторию для молекулярно-генетических исследований. А гербарный образец будет храниться в гербарии. И если исследователь получит какие-то уникальные результаты, то он может всегда вернуться и посмотреть гербарный образец. Кроме того, хочется отметить, что если вы кладете на лист не один, а несколько растений, то есть разные индивиды, то вы обязательно должны еще маркировать, с какого индивида вы взяли образец для молекулярно-генетических исследований. Очень часто бывает, что близкородственные виды растут вместе. Все, этот образец у нас отправится в гербарий, а пакетик в лабораторию для молекулярно-генетических исследований. Если же в ваших исследованиях окажется так, что будет доступен материал, который представлен исключительно в коллекционных фондах и нет возможности повторить сборы, то ничего не остается, как обратиться лично к коллекции, либо запросить у кураторов этот материал. Вы сейчас наблюдаете, как кандидат наук Татьяна Синицына и аспирантка Жолнырова Елизавета производят отбор образцов с гербарного материала АЛТБ для последующей ее обработки в лаборатории биоинженерии Южно-Сибирского ботанического сада. Обратите внимание, что Елизавета на пакетике с образцами пишет название растений, а также указывает уникальный номер ваучера из гербарного листа, также называемый баркод. При этом Татьяна вкладывает на хранение в гербарный лист тесточку с указанием, кто, какой даты и для каких целей собрал образец материала с конкретного гербарного листа. Далее аккуратно пинцетом берет минимальную часть, необходимую для исследования, помещает в стерильный пакет и далее передает в лабораторию.